Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что сейчас, если вы начали процесс изменения, вам нужна поддержка и вам нужно направление, чтобы в этих изменениях вы, условно говоря, себя не потеряли. Поэтому в первую очередь хочется сказать, что вы молодец, большая, что решили меняться, что набрались смелости это сделать, вы большая молодец. Но есть, конечно, важная деталь. Она связана с тем, что сами в это будете делать очень тяжело, долго и можете себе еще больше навредить. Поэтому мне кажется, что лучше всего вам было бы вместе с психологом, просто это тот путь, который, в принципе, вы уже сами выбрали. Вот этот путь проходить. Вместе с психологом, да, в принципе, с психотерапии делается это гораздо легче. Легче. Вот. Вместе с психологом делается это гораздо комфортнее. Вот. И интереснее, веселее. Самое главное, качественнее и продуктивнее. Потому что со стороны вашу ситуацию видно лучше. Вот. И другой человек, особенно психолог, да, психотерапевт, он позволит вам пройти этот путь куда с меньшими возвратами, чем, например, вы можете пройти. Вот. Это первое. Второе. У вас действительно много боли и много обиды на родителей своих. Вот. Ну, мне настолько кажется, что это, ну, нормально, 100%. То есть, я не думаю, что... Ну, знаете, что это прям вот что-то такое... Что-то такое ненормальное, да, и что-то такое прям ужасно. Мне кажется, что... Мне кажется, что... Абсолютно нормально, вот. То, что вы... Абсолютно чувствуете. Вот. А... А... И... Очень важно... Это прожить... А... Помочь вам прожить эту боль и обиду. Вот. А... А... Если я... Правильно вас понял. То... А... Вы... Этого не делали, кстати, если я правильно вас понял, вы этим не занимались специально, вот, и соответственно вам нужно помочь, вам нужно помочь это все прожить. Вот, также, конечно, имеет смысл вам уделять себе больше времени, потому что вот вы пишите, что познакомилась с парнем, что поначалу было хорошо, ну вот, что общего было между вами и парнем, да, давайте вот как-то, наверное, с этого начнем, общего между вами и парнем, что было. Вы познакомились, ну, каким образом вы познакомились по поводу чего вы познакомились, то есть, ну, наверное, у вас что-то связывало, я так думаю, вот, ну вот, собственно, задача заключается в том, чтобы постараться увидеть, что именно вас связывало, потому что, если мало общего, но при этом такая активность высокая достаточно идет, вот, то, конечно, могут быть сложности. привязанность, привязанность это всегда про определенные потребности, про ваши, что важные потребности, не про потребности как кого-то там, а про ваши потребности, понимаете вы, поэтому, так, важно, чтобы вы обратили на это внимание, потому что, если вы заметите, чего вам, ну, например, в отношениях хочется, если вы заметите это, то ситуация будет гораздо более, ну, такой приятной для вас, гораздо более интересной, качественной, вот, понятной для вас. Не будет, вот, так, ну, пугать, что ли, да? Понимаете, понимаете, я надеюсь, что я на виду. Я надеюсь, по линии партнера от меня. То есть, когда человек попробовал демонстрировать вам, сказать нет, а вы начали скандал, то есть, что здесь вы испытали? Скорее всего страх. Ну, скорее всего. Скорее всего. Я так вот думаю, что это был страх. Ну, вы боялись и боитесь, вероятно, того, что, как вас не любят бросать, может быть, и так далее. Вот. Это достаточно важный и очень неприятный момент. Дальше. Партнер стал очень агрессивно заповести по отношению ко мне, стало отношение ещё хуже. Ну, здесь, конечно, есть нюансы, вот, например, нюансы такого типа, почему вы, допустим, позволяет себе так относиться, вот, или было это следствие, например, того, что вы на человека, ну, давили, да, на самом деле, для него не свойственно проявлять агрессию, и так далее. То есть тут, опять же, ну, есть, есть, есть свои нюансы, безусловно. Я надеюсь, вы это понимаете, я надеюсь. Вот. Вот. Ну, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Агрессия – это всегда по страху, вот, агрессия – это всегда по определенные опасения, вот, агрессия – это всегда по защиту, вот, кто бы что ни говорил. И, соответственно, ваш партнёр, ну, почему-то, чувствовал себя, вот, с вами, да, в опасности, вот. Ну, вот, не обвиняю сейчас, просто, ну, бывает, люди, сами по себе, а, такие вот, агрессивные. Вот. Ну, в вашем случае, вы вроде бы говорите, что после он перестал быть агрессивным, вот. Поэтому я думаю, что агрессия для него, для него не свойств, ну, мне так показалось, исходя из того, что вы написали, вот. Важный вопрос, на мой взгляд, заключается в том, как вы воспринимали, агрессию, человек, вот, именно, ну, именно, вот, агрессию, как вы, как вы относились к агрессии. Вот. Потому что её, ведь, можно воспринимать по-разному, можно относиться к ней по-разному. И от того, как вы к ней относились, собственно, зависит от работы, которую с вами будут проводить. Ну, почему, почему будут? Потому что, например, ну, я не знаю, да, какого вы выберете эксперта, и выберите ли вы вообще экспертом себе, в помощь, вот. Поэтому, как бы, тут такой, не совсем понятный момент есть. Дальше от оскорблений рукоприклад. Вот, если тут важен контекст, то тут важно именно анализ отношений сделать. Я ушла от него, через полгода мы помирились. Вот, смотрите. Значит, мы, никаких мы нет. Я думаю, что вы решили помириться. Да, это правда. Вы решили помириться с ним. Важно увидеть и осознать, как мне кажется, это решение. То есть, чтобы вы увидели, что решение это, например, решение помириться было ваше, в том числе. Но не мы. Здесь вы показываете, что избегаете ответственности. избегаете ответственности за своих действий. Я предпочитаю, вот, говорить, да, ну, мы. Хотя, на самом деле, никаких, повторюсь, мы нет, если вы и он. Вот. Вы принимаете решение помириться. Делаете ли вы какие-то выводы? Приходите ли вы к каким-то решениям? Обсуждаете ли вы то, что произошло между вами? Ну, или происходило? Потому что, то, что вы помирились, все вам хорошо. Вот. Вы молодцы. Но, без решений. Это все имеет хорошие такие шансы повториться. Так. Больше агрессий с его страны не было и таких глобальных. Ссор не было тоже. А что было? У меня есть ощущение, что что-то было. Да, и ссоры не с его страны, а с обоих. И у вас есть вклад в эти ссоры. Вам нужно увидеть свой вклад в конфликт. На тот момент я сказала, что это нужно в депрессии. Постоянные мысли меня сводили с ума. Что за мысли? О чем мысли? Какие мысли? Вы говорите им, что стали стануть в депрессии. Но откуда вы знаете, что это была именно депрессия? Ведь диагнозы у вас, если я правильно понял, нет. Вот. Ну, именно. Вот. Диагнозы у вас нет. Депрессия. Откуда вы знаете, что это депрессия? И какие мысли? А под конец я не знал, куда деваться и что мне делать. Куда деваться, от чего и что делать, чтобы что-то. Как выйти из этого состояния? А как вы в него вошли? И искала себе эмоциональные стрелки, чтобы переключиться. То есть избежать. Убежать. Опять ушла от партнеров в надежде убежать от стойбола. А боль от щима была. Я не очень понимаю. Боль с чем связана там. Ну то есть, понятно у нас проблемы есть в семье, да. Но чисто боль в чем. Прошло 7 месяцев, только недавно я поняла, что как партнер стал отдаляться, я стал свои отношения с родителями проигрывать с ним. Я стал испытывать все, что было в отношениях с моими родителями. Ну да, здесь у вас много более обиды на своих родителей. Вот. Это... Это понятно. А вот. А... Но... А... Не просят я об этом. Не просят я боль. Дальше. А... Так, что я не знаю этому человеку, что меня обманывают и используют. Ну это... Вот. Как бы... Не просят я чувствовать здесь. Я себя как истеричка выпрашиваю эту любовь. А это вопрос вашей ценности. Вы себя не чувствуете ценность сами по себе. Да. Это вопрос. Довольно, что вы, условно говоря, ориентированы в своей жизни. Вот. Вот. Мне кажется... Мне кажется... Ну мне кажется... Так. Мне кажется... Что... Такой... Можно здесь... А... Сделать вывод. Вот. Потому что... А... Вы... Здесь... Эм... Ну... Демонстрируйте... Вот. То, что... Вам... Тяжело. Словно говоря. Да. Чувствовать себя... Ценой. Ох... Когда... Когда... А вам этого... Ну... Не дают. Не позволяют. Да. Вот. Какая-то такая история. Сыта зависима. Ну зависимость по сути. Вот. Зависимость от... Ну... От других людей. От окружающих людей. Может быть от близких людей. Вот. Понимаете? Вот. Особенно от близких людей. Тем более, что... У вас... Эм... Много... Боли... Которых... Вы... Не... Не... Прожили. Как бы сами говорить. Дальше. Так... Сейчас я понимаю, какой это был ужас. Ну... Здесь, мне кажется, вы склонны обоценивать. Потому что это не был ужас. Это было... Вполне естественно. Эм... С учетом... Вашего... Состояния. Эм... Другой вопрос. Что... Эм... С этим делать дальше. Вот. Что важно. Потому что, ну... Если ничего не менять... То... Могут быть серьезные проблемы. Опять. Да? Вот. И... То, что вы себя... А... Обоценивать... Сейчас... Эм... Тоже... Несколько... Настораживает. Потому что... Понятно, что это не лучшее... Эм... Ваше... Эм... Проявление. Это понятно. Что это не лучшее ваше проявление. Но... Если бы вы этого не сделали... То... Вполне вероятно, что... Было бы вам... Еще хуже. Вот. Если бы вы так не поступали. Поэтому... Я думаю, что... Вот... Вы склонны себя... Винить и бичевать... За... Проявления... Такие вот... Ну... Искренние... Свои... Проявления... Которые... Чисто ваши... Эм... Так... Эм... Как внезапно, что получилось именно так. Как и с кем... Сейчас я учусь... Жить... Заново. Это как? Кто вам помогает? Понимаете, что такое здоровье общение и отношения? Как? Узняю себя? Как? Мне страшно чувствовать себя незащищенной. Эм... Это вопрос личных границ. Чтобы чувствовать себя защищенной, но не личные границы. С личными границами нужно работать с психологом. Эм... Так... Эм... Боюсь когда-то испытать ещё раз эту боль. Ну... Эм... Поймите меня правильно. Эм... Боль испытывать нормально в отношениях. Эм... Вот... Вообще не бояться... Эм... Эм... Боль... 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 А учиться её просевать. То есть важна... Не самая боль... Сколь... Не только важна самая боль. Сколь... Важно... Как... Как вы... С ней обращаетесь. Что вы с ней делаете. Вот. Понимаете? Вот. Если... Если вы... Там... От неё убегаете. Если вы... Ну если вы... Бежите условно. От боли. От... От своей боли. Если вы бежите... Бежите. То... Конечно... Вы будете бояться. Если вы не умеете с ней обращаться. Не умеете... Её... Проживать. Считывая себя виновата при портнометах. Злость... Это злость подавленная. Боюсь теперь приносить слово любовь. Постоянно вразу в голове. Когда любят так выступать. Это... О... Ваше представление о себе. И требования. Тоже... Тоже... Кстати... Стромиком из... Родительской семьи. Семь... Семьи. Вот. Тоже... Стромиком... Стромиком. Вот. Ну и... Собственно... В конце хотелось бы... А... Спросить... А... К нам... У вас... Какой вопрос? Вопрос... От психологов... Вы... Чего хотите? Вот... Какой помощи? На этом все. Надеюсь, что помог вам. А... Буду благодарен. За обратную связь. По моему... Ответу. Надо позволить вам... Начать работу над собой. Желаю всего самого доброго.